Я расскажу про современные возможности кисневых пластик. Это, скажем так, логическое продолжение того, что только что рассказывал Олег, потому что большинство костных пластик неизбежно будет заканчиваться кисневыми. И я думаю, что сейчас всё достаточно шустро, я постараюсь вложить свои основные тезисы. В любом случае, мы будем сталкиваться с огромным количеством осложнений, это неизбежная история. Немножко заранее говоря, после любой костной пластики, после любой кисневой пластики может быть большое количество осложнений, и не нужно пугаться. Очень важно иметь и давать нашим пациентам реалистичные ожидания того, что можно получить и чего нельзя, потому что наши возможности небезграфичные, и важно не путать ожидания реальность. Есть методики, которые мы можем добиться, есть клинические случаи, в которых уже ничего сделать нельзя, потому что утрачены изначально биологические основания. Большую часть осложнений, которые мы имеем, их можно предотвратить ещё до начала операции, если правильно спланировать работу с костной тканью, с мягкими тканями. И отсроченные проблемы, которые могут быть, они, конечно, очень часто случаются именно по какому-то недостаточному планированию. И, возвращаясь к тому, что говорил Олег, то, что в клинике, если есть адекватное планирование, то это, конечно, очень дорогого стоит. Потому что очень часто кажется, что клиницисты примерно вот в таком принципу делают. Он говорит, лепись. Вот это. И заканчивается вся наша история тем, что, если не соблюдаются определённые биологические параметры, то это всё заканчивается тем, что имплантаты оказываются на столе, имплантаты оказываются на столе, ну и так далее. То есть, разумеется, мы в долгосрочной перспективе ничего обещать не можем, но у нас есть основные параметры, которые мы можем предъявлять к мягким тканям, и те пластики, которые мы должны совершить для того, чтобы это всё, в общем, те именно параметры получить и, соответственно, иметь долгосрочный результат. Финальное, что я могу на эту тему сказать, конечно, за имеющиеся из 30 минут 20, которые остались после задачи с презентацией, наверное, будет выглядеть примерно вот таким образом. Ну, примерно вот так, наверное. Дисневая пластиковая. Такая, такая, такая. Всем спасибо. А, я не знаю. Ну, это уже не будет иметь значения, на самом деле. Итак, у нас всё, что касается мягкой ткани, у нас есть три основные цифры. Первая важнейшая цифра – это биологическая ширина, и, слава богу, это тот параметр, который мы уже знаем, который мы используем, потому что буквально ещё 5-7 лет назад, правда, не знали, правда, не учитывали, а от этого то, что сейчас такое количество переимплантитов, такое количество оголений имплантатов напрямую связано с тем, что не знали, какой объём мягких тканей мы должны иметь надплатформой имплантата для того, чтобы размоделировать адекватную конструкцию. Из этого будет складываться, будем ли мы имплантат заглублять, будем ли мы аугментировать мягкие ткани, и мы не ориентируемся при установке имплантата исключительно на уровень кости, мы ориентируемся на уровень будущей протетической конструкции. То есть от зенита коронки до платформы имплантата должно быть 3-4 мм. Это стандартные параметры. Это сейчас, если мы биологию уважаем, тогда у нас уровень кристальной кости стабильный, если мы не создали адекватного объёма мягких тканей, тогда будет начинаться всё сначала с ремоделирования, у нас не будет ещё присоединяться воспалительного процесса, но затем, конечно, это всё очень легко присоединяет переимплантит. Если всё выполнено хорошо, то и уровень кости будет стабильным. Следующий параметр – это наличие 2 мм кератензированной слизистой с каждой стороны от имплантата. Опять же, если этот уровень будет стабильным, тогда и вся конструкция будет стабильной. И нам необходимо, чтобы кератензированная слизистая была на широкой подложке. Разумеется, вот такого рода работы они никогда стабильными не будут. Самое основное, что мы будем использовать, у нас есть несколько типов трансплантатов, которые мы будем забирать. И самое частое – это свободный десневой трансплантат, это то, что будет забираться с нёба и будет использоваться для того, чтобы увеличить объём именно кератензированной слизистой. Нам очень сложно аугментировать объём кератензированной слизистой с язычной стороны. Поэтому, как правило, всё, что у нас есть, мы будем стараться сместить. Вот, допустим, исходная ситуация. У нас 2-3 мм кератензированной слизистой есть. Всё, что у нас есть, мы в сторону языка смещаем, берём с нёба необходимый трансплантат и уже с вестибулярной стороны работаем. Потому что именно там нам относительно легко работать, нам относительно легко стабилизировать трансплантат, так как у нас язык не будет выступать таким провоцирующим фактором, который постоянно будет пытаться наш трансплантат сместить. Да, если мы получаем достаточный объём кератензированной слизистой, мы получаем преддверие, у нас уже будет адекватная стабильная конструкция. Если мы не позаботились о том, чтобы сместить всё в сторону языка, мы будем получать вот такие оголения, с которыми очень сложно работать на этапе, уже когда стоит практическая конструкция. Что касается конкретных клинических случаев. Пациентка уже в возрасте, ей в районе 70-70 с небольшим плюс, у неё есть уже поставленные имплантаты порядка десяти лет назад, нет кератензированной слизисты, нет условий для протечения, соответственно, уже начались явления переимплантита, резорции костной ткани. И если подходить с какой-то идеалистической точки зрения, разумеется, ну, если имплантат оголён, нужно его удалить, сделать костную пластику, поставить заново имплантат и заново запротезировать. Разумеется, это для пациента, которому уже 70+, ну, это просто нелогично. Поэтому здесь была избрана тактика создать условия для прочищения и дать возможность этим имплантатам прослужить ещё там 7-10 лет, ну, а дальше посмотрим. В общем, есть шанс, что, как бы так, наверное, нехорошо говорить, но есть шанс, что уже не будет иметь значения большого. Как это выглядит? Забирается трансплантат. Здесь слишком толстый трансплантат был забран порядка трёх миллиметров толщиной. Нужно убрать с его поверхности всю железистую ткань, нужно убрать всю жировую ткань, потому что это те ткани, которые будут мешать адекватной интеграции. И здесь, с точки зрения заживления, что было впервые использовано, я всегда во всех своих дизельных пластиках использую один гель, и на самом деле я его очень сильно люблю и уважаю за действие. Есть гель под названием «Оргакола», это компания «Рокс» его производит. Я его получил ещё, когда были только какие-то первые клинические образцы, мне дали, и, ну, сказали, попробуй. Разумеется, я, ну, как бы, да, спасибо, кинул куда-то в шкаф и не трогал. Вечер одной рукой я разговариваю по телефону, другой что-то делаю на ноутбуке, жарю мясо на сковородке. Почему-то я решил мясо, ну, сковородку переставить не за ручку, а вот схватившись за саму сковородку. Разумеется, правая рука, которой на следующий день мне нужно было бы что-то работать, она превратилась бы, да, как у Золушки. Ровно в полночь. Поэтому я вспомнил о том, что у меня есть, намазал, там, одел какую-то перчатку, лёг спать. С утра не то, чтобы не было ничего, но было весьма, весьма удобоваримо. Это тот момент, когда я подумал, думаю, надо попробовать на пациента. Посмотреть, что будет с точки зрения эпитализации, какого-то там ускорения, заживления и так далее. Потому что именно так поэстсонировалось, потому что очень много испытывалось на ожоговых больных. И вот этот первый кейс, который я сделал именно, чтобы посмотреть, что будет. Благо, у пациентки с двух сторон была абсолютно одинаковая клиническая, ну, условно одинаковая клиническая ситуация можно было. С одной стороны назначить, а с другой стороны не назначить. Особенно учитывая, что проводилось это в разные моменты, что и было выполнено. И получается, что, да, и в противоположных сторонах. И что мы видим? Спустя первую неделю, у нас же как будет выглядеть трансплантат? Сначала он весь на поверхности станет белый, потому что клетки, ну, как только мы пересадили, клетки потеряли питание, у нас эпитерий на поверхности будет погибать. И затем все это будет розоветь. Как только мы видим розовые участки в трансплантате, мы перестаем переживать и, в общем-то, ожидаем, что наш трансплантат интегрируется. Спустя неделю в той группе, которая велась традиционным путем, без каких-то дополнительных медикаментозных включений, все еще, то есть, заживление идет нормально, но, в общем-то, с той скоростью, с которой мы ожидаем у пациентов лет 70. Большая часть трансплантата еще белая. Там, где дополнительно я назначил оргаков, уже большая часть трансплантата порозовела за первую неделю. Полная адекватная эпитализация, с одной стороны, наступила через две недели, с другой стороны, пришлось ждать более трех. Разумеется, это не критично с точки зрения итоговых сроков. Все равно, прежде чем мы будем заново протезировать или что-либо делать с этой областью, мы будем ждать больше времени. Однако, чем быстрее интегрируется графт, тем меньшую усадку он даст. Мы, в любом случае, получим усадку графта и, пересадив, там, полоску 6-7 мм кератинизированной слизистой, мы, в любом случае, на выходе получим меньше. Чем быстрее интегрируется, чем быстрее будет идти процесс эпитализации, тем, в общем-то, будет спокойнее. История. Например, пациент, ставилось три имплантата, чтобы поставить мутиюнт и сделать палку под съемный протез, так как очень близко атрофия, очень близко выхода ментальных отверстий, каким-то образом другим, нежели как поставить имплантат под углом, не было возможности увеличить размер палки. Ну и, соответственно, точно так же для того, чтобы создать хоть какое-то преддверие и условия для протечения, был пересажен свободный десневый трансплантат. Операция прошла обычно. Пациент соматически здоров, не курильщик. Через неделю он приходит вот с такой картиной. Ну, то есть, выглядит прям не очень хорошо. Он, трансплантат, неподвижен. Запаха нет. Но, вот мы видим, он в такой прям пограничной ситуации. Он то ли интегрируется, то ли нет. Ну, то же самое я ему говорю. Я говорю, так, вот эту штуку берем. Ну, разумеется, все рекомендации. Чистим антисептики. То есть, это никуда не девается. Это в обязательном порядке. Но мы берем, начинаем использовать прям пять-шесть раз в день. Неважно, вкусно, невкусно. Начинаем делать. И еще через неделю он приходит ко мне уже вот с такой ситуацией. Процесс стабилизировался. Интеграция продолжается. Через две недели это выглядит вот уже таким образом. Адекватно запротезированный пациент, у которого слизистая нанетит. Следующий вариант, что будет делаться, это среднеотканный трансплантат. Он уже будет делаться для увеличения высоты. Объема тканей, кертинизации мы от него не получим. То же самое, есть мягкотканный провал, есть костный провал. Было большое желание максимально сделать в один присест. Для того, чтобы это сделать, соответственно, нужно было поставить имплантат, делать костную пластику и пересадить имплантат для восстановления мягкотканного объема. А вот эта стружка была собрана прямо из ложа во время препарирования ПРФ. Забран трансплантат. Ну, буквар у пациента был совершенно не выражен, поэтому нужно было чуть больше на него зайти. Но, однако, все еще была возможность плюс-минус из той же области взять по типу конверта чистое ССТ. Был установлен имплантат. Опять же, к вопросу об установке. Смотрим объем мягких тканей. Необходимо устанавливать, исходя из будущей практической конструкции. Благо, есть зубы 5-7. Есть возможность ориентироваться, какой формой будет будущая коронка. Уложен, соответственно, графт. Перекрытый мембраной. Сразу фиксирован синитканный трансплантат. И все это ушито наглухо. Получается, вот так вот это выглядит на этапах заживления. Формирователь ставился отдельным этапом, но за один раз получилось и поставить имплантат, и решить костный дефицит и мягкоткан. Так это выглядит на этапе временной коронки. И вот таким образом выглядит на КТ спустя 3 года, то есть полностью восстановленный костный объем. Здесь речь о том, что, допустим, если бы у нас был дефицит именно кератинизированной слизистой только, мы никогда бы не смогли и то и то восстановить одновременно. Костный ткан с кератинизированной слизистой восстановить не получится. Так, я думаю, что вот это честно мы промотаем, это то же самое. Сейчас следующий кейс будет более интересен. Вот история. У пациента было крайне травматичное удаление. Изначально был план удалить пятый и шестой зуб. Резарцин формалиновый, невозможно перелечить. План был удалить и одномоментно поставить. Удаление вместо 20 минут заняло полтора часа и что-либо туда поставить уже не было возможности. Пациента отпустили, через два месяца он пришел, сделали контрольное КТ. И после этого, что было сделано? Было два варианта. Либо идти по пути восстановления костной ткани. То есть, делаем костную пластику при вертикали, ждем, ставим имплантаты, ждем. Ну и так далее. Проходим длинный путь. Либо одновременно поставить имплантаты, увеличить недостающий объем по ширине, но зубы будут более длинные. Пациент, так как пациент мужчина, говорит, мне эстетика не сильно важна. Давайте как максимально быстрее решим вопрос. Соответственно, опять же, здесь сама операция не имеет ютичного значения. Установлены формирователи и были установлены временные коронки. Ну, то есть, результат, прямо скажем, внешне выглядит так себе. Что-то вот из этой истории, да? Однако, есть же исследование, которому уже, по-моему, в 1984 году вышла публикация. Если от уровня костной ткани до контактного пункта между коронками 5 мм или менее, то в 100% случаев это заполняется десниным сосочком. Если более 8 мм расстояние до контактного пункта, то в 0% заполняется. Ну, соответственно, все, что в промежутках, есть возможность. Ну, соответственно, там было порядка 6,5 мм от кости до контактного пункта. Ну, в общем, шансы были вполне неплохие. Пациенту были даны определенные рекомендации с точки зрения поддержания идеальной гиены, определенной медикаментозной поддержки. И пациент был опущен на 6 месяцев просто, вот ты мне сказал, потому что нужно чистить, и больше не делал ничего, никаких деснировок пластик. И по итогу, значит, еще раз, вот так это выглядело на этапе установленных, только что установлены временные коронки. И потом на этапе постоянного протезирования это выглядело уже вот так. То есть никакой деснировок пластики между первым и вторым проведено не было. Было просто дано время выждать, чтобы мягкие ткани восстановились. Потому что не всегда есть необходимость резать. У нас есть определенные биологические параметры, которые, если мы соблюдаем, то мы можем избежать дополнительных вмешательств. И еще один клинический случай. Опять же, вариация на тему схожую деснировок пластику показывал Олег Пономарев, но он немножко по-другому решил этот вопрос. Я сейчас покажу, как я вижу решение после таких дефектов. Подробный провал по вертикали. Ну, у нас дефект по ширине, по высоте. Здесь, в первом делом, в любом случае, будет костная пластика. Ну, что-то. Сейчас поработаем. Вот дефект, который видим, разумеется, никаким образом одновременно с имплантацией это невозможно сделать. Ауто, ксено, соответственно укладывается все это под мембрану сетанового населения. Ну, опять же, кто-то любит больше сетки, кто-то индивидуализированные блоки распечатанные. Ну, есть масса вариантов. Однако, в любом случае, это все начинается с того, что мы делаем костную пластику по высоте. Если мы делаем костную пластику по высоте, то в обязательном порядке будет заканчиваться гипермобилизация лоскута, как язычного, так и рестивулярного. Если у нас будут хоть какие-то условия для того, чтобы швы разошлись, хоть какое-то минимальное натяжение, швы обязательно разойдутся, это инфицируется, и мы опять вернемся к точке ноль. Поэтому вот так это выглядит на этапе вышивания. Ну, и тут уже понятно, что с мягкими тканями будут проблемы. И так и есть, через полгода у нас, в общем-то, но волосы сердца сразу переходят в щеку. Опять же, если не провести какую-то дополнительную мягко-тканную имплантацию, разумеется, там постоянно бойки еда, и пациент просто наши имплантаты принесет нам в ладошки через пару-только лет, так как начнется весьма интенсивное развитие переимплантита. Костный объем получен удовлетворительный. Установлены имплантаты, загублены исходя из биологической ширины. Наложенные швы пациент отпущен на два месяца. После такой костной пластики даже на нижней челюсти я бы выжидал до момента установки формирователей 4 месяца. Поэтому через два месяца пациент был приглашен на десневую пластику, чтобы сделать ее отдельным этапом. Что было сделано? Соответственно, расщепленный лоскут. Часть подшита аппекально с вестибулярной стороны, часть с язычной. Вот уже внешняя форма гребня хотя бы бедна. Получается, что надкосница полностью оставлена на кости для того, чтобы сохранять питание. Здесь я взял две полоски. То есть это как раз методика STRIP просто для того, чтобы дать источник клеток. У нас есть клетки кератинизированного эпителия возле зуба. Кератинизированного эпителия подшита с вестибулярной и с язычной стороны. Весь подвижный, вся подвижная слизь смещена более эпикально. И это финальный вид операции. То есть вот так вот пациент уже уходит домой. При правильном медикаментозном режиме, опять же, медикаментозный режим я в таких случаях антибиотики никогда не назначаю, потому что мы работаем в поверхностных слоях, в хорошо васкулиризированных слоях. Я назначаю в любом случае НПВС, антисептик и тот самый аргакола, о котором я сегодня уже говорил. Это вид через неделю. Уже практически все это покрыто эпителиями. Через две недели это выглядит уже вот так. Швы сняты, пациент отпускается еще на полтора месяца, когда можно строить формирователи. Почему в таких случаях нужно шить резервируемыми нитками? Потому что до них не дверешься. Ну вот что-то здесь пошло не так. То ли кончились, то ли не знаю почему. Обычно всегда какой-нибудь моноквик, моносин, то что надо. И здесь уже установлены формирователи, временные коронки. И это, в общем-то, последний раз, когда я вижу пациента. Слава Богу, дальше уже работает ортопед. И еще один вариант такого же стрипа, он чуть-чуть будет отличаться тем, что по вершине все-таки остается небольшая полоска кератинизированного эпителия. Но смысл тот же самый. Все размещается объектально. Вот так вот выглядит донорская зона, откуда забирается. Здесь у пациента, соответственно, с двух сторон абсолютно симметричная ситуация. И на этапе коронок это уже выглядит слизистым вот таким вот образом. То есть у нас толстый, хорошо выраженный объем кератинизированной слизистой, который позволяет быть уверенным в том, что дальше все будет в порядке. И последнее, что хотел бы на сегодня показать. Разумеется, не оба это идеальная донорская зона, оттуда можно взять сколько угодно. Но иногда у нас бывает вариант, что у нас в ретромолярной области на нижней челюсти есть какой-то запас кератинизированной слизистой. Вот мы видим здесь в области восьмерки есть запас кератинизированной слизистой. И тогда вот этот вот стрип мы можем подшить аппекально, также давая источник клеток, не залезая на него, не создавая еще одну зону, в которой у пациента будет болеть. Опять же, это финальный вид операции, то есть между формирователями ничего отдельно нет. Они за счет того, что не отслаивается сильно, просто формирователи ставятся в распорку и удерживают этот лоскут. И это все будет вторичным натяжением эпитализироваться и уже из этого будет протезироваться. Оргокол, о котором я говорил уже неоднократно. И спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...